Всем привет! Начинаю новый влог. Сегодня у меня такой... Не знаю, какой получится. Думаю, домашний влог буду, потому что сегодня занимаюсь прям домашними делами. И сейчас девчонкам... Ой, своим детишкам сделаю ещё домик такой киевский. Давно мы его... Да, наверное, в январе или в декабре, что устанавливали тоже уже. Практически год прошёл. Они прям такие довольны, уже 10 минут там сидят и не вылазят. Ярослав, как тебе в домике? Я в домике. Хорошо? Что вы там, спите, что ли, с Катей? Да, спите. Спите? Вам там нравится? Да, нравится. Нравится, да? А что? Аккубарь? Закрыть тебя? Угу. А тебе там в воздухе, наверное, единственный минус, как бы, этого домика, я уже где-то в обзоре говорила, что он... Вентиляция плохая. То есть всего... Такие... Там две маленькие такие штучки, через которые воздух, конечно, это очень мало. Поэтому лучше держать эти открытыми... Все, закрываем домик? Да? Или открываем? Угу? Катя, что вообще разлеглась? Катя, палец убери. Катя, палец убери. Ярослав, убери, Катя, палец. Убери, Катя, палец. Да. А я сейчас сижу тут убираюсь. Сейчас у нас обычно в этом месте стол стоял. Но сейчас придется его куда-нибудь в другое место поставить. Вот так у нас выглядит. Ну, месяцок постоит, потом уберем. Здесь мы вот так периодически... Уже второй год, считай, у нас этот домик. А, когда Катя родилась, мы, кажется, его купили. Я сейчас здесь все убралась, помыла. Хочу показать свои помощники. Тут я еще вот сейчас как раз доставала домик. Все раскидано. Сейчас еще вот на кухне буду полы мыть. Убирать. Видите, все вот так вот. Каждый день подметая, все упирает. Толку нету. Ладно. Вот хочу рассказать, кстати, про свою чудо-швабру Золушку. Все хотела отдельное видео снять. Но никак я что-то не соберусь на отдельное видео по этому поводу. Вот. Швабра это у меня уже, можно сказать, 22 октября на мой день рождения будет 2 года. Мне она очень нравится. Ну, как сказать, конечно, ей проще в том, что не нужно мочить руки. Но также напрягаться, выжимать, отжимать, полоскать. Это тоже требует времени, сил. Но, тем не менее, я уже к ней так привыкла. К этой чудо-швабре. Чудо-швабра Золушка называется. Что, в принципе, конечно, обратно перейти на обычную швабру с тряпкой мне бы не хотелось. И вот какие варианты не перепробовала, на этом я остановилась. Это у меня уже вторая насадка. То есть, первая насадка за год у меня фиолетовая истратилась. Вторая вот уже пошла. Первая очень быстро она, конечно, даже быстрее, наверное, испортилась. Потому что у нас не было раньше пылесоса. И ей, конечно, очень удобно мыть после уборки. Когда вы все подмели, мусор убрали, пропылесосили. А если грязь, она будет застревать вот в этих местах. Видите, там кусочки. Быстро портится. Кто-то ее... Сынуль, не мешай, иди в домик залазь. Кстати, там грязь. Вот. Что-то хотела. В смысле сбилась. Написано, что ее можно стирать в стиральной машинке. Но не знаю. Вот представьте, вот этот весь мусор, который накапливается. Потом это все останется, мне кажется, в стиральной машинке. Поэтому я не стираю. Просто хорошо выполаскиваю. Потом все крупные мусоринки убираю. Вот. Еще у меня прям самый мой любимый помощник по дому. Это вот такой электровеник. Пылесос Дайсон. Тоже у нас уже где-то полтора года. Слуш, мы его через... Да, через полгода, наверное, как Швабру, купили. Вот этот пылесос по акции, чтобы он у нас обошелся за 20 тысяч. Потом он сильно... А, ну, вообще, нам за 15 тысяч. У нас там 5 тысяч бонусов было в ДНС. Я, конечно, вообще в восторге от этого веника. Дайсон. Вообще никаких поломок, ничто с ним не происходило. Единственное, здесь нужно фильтр менять. И мы изначально здесь не поменяли. И через год она у меня перестала работать. Но я вот вытащила этот фильтр, там еще сняла. Там он полностью забит был, прочистила. И она стала опять как новая. Поэтому, конечно, я вообще в восторге. Особенно, когда детишки приходят с улицы, песок у порога. Моментально. Все, подходишь, убираешь. Вот такие вот у меня помощники. Ладно, буду дальше убираться. Музыка. 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 Так, ну все, время у нас по второму. Сейчас мы кушаем и будем спать. Ты куда полез? Ну-ка садись на стул. Садись на стул. Свою еще рыбку не доел. Да, у меня сегодня, вот я вчера сделала в духовке скумбрию. По рецепту. У меня группа есть в Одноклассниках. Ну и ВКонтакте тоже небольшая. Куда я свои понравившиеся рецепты скидываю. И вот нашла рецепт со скумбрией. То есть в духовке запекла, добавила горчицы, ряженки, перемешала все. И запекла очень. Просто цветную капусту буду кушать. А детишкам обжарила с морковкой и луком. И с яичком одно добавила. Что вот так вот. Ну у меня тут рыба 180 грамм, цветная капуста 200. Так, ну все. Мы уже пообедали. Я рыбу что-то не доела. 180 грамм много. У меня где-то 150 грамм получилось. Вот. И не знаю. Наверное, еще хочется чем-то таким сладеньким доесть. Наверное, я яблочко еще съем. Ладно, у меня что-то углеводы совсем не добираются. Вот. Дома убралась. Блин, я раз, два. Два с половиной часа, наверное, убиралась. Все вымывала. И что толку? Весь бардак. Я пока в одной комнате убираюсь, а не в другую все раскидываю. Короче, ну да ладно. Я думаю, этот период пройдет. Буду вспоминать с улыбкой. Сейчас в 15.02. Мы сейчас ложимся спать. Спим до полчетвертого. Потом идем в поликлинику на прием. Так. Сейчас уже следующий день. Я тут готовлю обед. Сережа купил пак. Все что-то за 270. Вот такой кусок карбоната. Ну, то есть свинины. Я сейчас перекручу. Решила обжарить шампиньоны, морковку, лук. Добавлю сюда сметанки. Или йогурта. Посмотрю. Наверное, йогурта. Сменина сама по себе жирная. И попробую сделать такие зразики. Я, наверное, и зразы сделаю внутрь. И попробую еще вот я делаю такие сверху. Ну, то есть мясо лучше. Сверху вот такую начинку. Потом еще сыром посыпаешь. Посмотрю, как что получится. Сережа меня там балкон ремонтирует. Да, мы боковины делали ватой. А пол решили взять все-таки пеноплекс. Так как он водонепроницаемый. Что если вода будет на полу, чтобы там ничего не испортилось у нас. Вот, конечно, уже, мне кажется, он скоро уже совсем сейчас утеплит до конца. И будем уже в панели ставить, доделывать все. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И еще вот остатки фарша у меня остались. Еще пакетик я такой вот маленький. Вот такой вот пакетик я заморозила еще на следующий раз. Обжарку. И сейчас тоже вот еще обжариваю. Мясо, лук, приправки. Сейчас помыла гречку, добавила сюда. И с кипяченек завариваю водичкой. И все вот это протушу и буду кормить. Вот детишек такое сделаю блюдо. Так, ну вот такие у меня получились загрубики. И еще шипят. О, блюдется сковородка. Ну, что-то жидкости выделилось из мяса. Жир, наверное, весь вытек. Так что, можно сказать, что-то получились сырненькие пупе у меня. Ну, конечно, на ужин такой есть не надо. Это обед без гарнира. Еще можно добавить там помидоры, огурчики. Все, в принципе, замечательное. Такой пупе обедик. И очень вкусно. Готовлю уже не первый раз. Это раз третий или четвертый. И прям, ну, всем нравится. Посмотрим, что в этот раз получилось. Сейчас попробую. Так, ну все. Я уже села кушать. Положаю такой сугробик. У меня получилось 200 грамм. Так, и 150 грамм огурчиков. Детишки тоже у меня уже кушают. Гришку им положила чуть-чуть. И вот тоже 1 четвертая сугробика. Вкусно, Сануль? Угу. Вкусно. Ну все, кушайте. Так, и еще сейчас помню, что меня просили в комментариях показать наш детский стульчик с магазина Икея. Мы им пользуемся уже где-то, ну, больше года. Когда Кате было 6 месяцев, мы его купили у Ярослава. Мы делали самодельные деревья. У нас весь там развалился за год. Сереж сам делает. Мы уже когда в Исаке увидели, что такой недорогой. Он где-то со столешницы 1300 или 1350 стоил. Вот. Очень мы им довольны. Вообще классный. Как эконом вариант. Для тех, у кого нет возможности покупать за 3-5 тысяч. Да, то есть у нас так вот было. Самый отличный вариант. Если честно, не вижу разницы. Вот. Хорошо моется. Здесь еще под него продают специальные, то есть вот, как чехлы, что ли, чтобы мягче было. Но не вижу смысла, если честно, его брать. Потому что он абсолютно весь грязный после того, как Катя поест. Она у нас где-то с года кушает уже сама ложкой. Но все вокруг, все раскидано, все грязно. И мне приходится его после каждого приема пищи мыть. Поэтому смысла одевать чехол не вижу. Ремни вот сюда можно, да, тоже вставлять. Но мы не стали этого делать, потому что я все время нахожусь в комнате рядышком. То есть мы идем вместе с Катей, она и я. Поэтому я ни разу не пристегиваю. Мы даже их не используем. Только вот так положили, затерялись. И все. По мне так они как бы и не нужны. Вот. Сейчас уже Катя сама. Она подставляет обычный стол. Сюда сама залазит, слазит. То есть уже абсолютно самостоятельно. Вот. Подмоется все хорошо. Ничего не поцарапано. Нормально можно вот эти ножки снимать его. Переносной он, соответственно. Ну все вроде бы сказала. Что еще? Короче, классно. Нам нравится. А, по возрасту, да? То есть мы его использовали где-то с 8 что ли месяцев. Как уже практически Катя там начинала ходить у нас. Ну с 8 до 10 где-то в этот период. Я не помню уже, если честно. И сейчас нам 1 год и 10 месяцев. Она еще в него влазит. Но чувствую, знаете, еще чуть-чуть как бы ножки. У нее уже тяжело туда запихивать. Ну я бы сказала, что этот стульчик вот с 6 месяцев до 2 лет. Потом уже, конечно, вот нужно будет покупать другой. Мы купили Ярославу другой стульчик. Я, наверное, про все детские стульчики сниму отдельное видео. Напишите, если вам интересно. Я сниму. Расскажу подробно о каждом стульчике. Какие у нас есть детские. На этом буду завершать свое видео. Всем спасибо за просмотр. Пишите свои комментарии. Задавайте вопросы. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok